Добрый день, уважаемые! Итак, начинаем очередное видео по пчеловодству. Сегодня будет зачитано три рассказа о делении опытом многих пчеловодов прошедших лет. Чтобы нам не наступать на грабли и не делать по новой велосипед, некоторые люди делают это, то мы должны использовать то, что имеется, и у нас будет сокращено время, и быстрее развитие в пчеловодном направлении. Будете иметь больше успеха, будете иметь достаточно больше удовольствия, потому что, когда делает человек опыт, у него всегда есть достоинства и недостатки этого опыта, то есть потери и прибыль. То есть экспериментирует, он теряет или маток, или пчел, или медосбор, и время. Но лучше пройти уже по проторенной дорожке, как говорится, и поступать так, исходя из того, что ты знаешь. Итак, сегодня прочитаем интересный обмен опытом, интересный небольшой рассказик. Это рассказик называется «Мой опыт организации зимовки запасных маток». Это пишет один человек, его фамилия Семенюк, Житомирская область. Это было в 1957 году, номер 12. В то время в бывшем Советском Союзе люди делились опытом. Итак, друзья, посмотрим, что он тут описывает. Как зимовали в него матки. Я работаю в колхозе имени Коминтерна Чудновского района Житомирской области. Наблюдая за жизнью пчел, я заметил, что после выхода всего расплода, пчелы не убивают чужих маток. Это имеется в виду осенью. Отмечайте, что осенью обычно хорошо принимают маток и ранее весной. Имея в виду эту особенность пчел, я организовал опыт зимовки нескольких маток в одной семье на одном соте. Чтобы организовать такой опыт зимовки нескольких маток, все пчеловоды должны уметь выводить маток осенью. Многие мои видео именно на это поставлены, чтобы научить всех пчеловодов, которые только начинают, чтобы умели выводить маток простым, очень удобным способом, не перегружая себя разной информацией. Почему? Потому что не накупися маток на зимовку. Если матка стоит дорого, то вам приходится 2, 3, 10 маток купить на зимовку, и вдруг они пропали зимой, то это хорошие убытки, друзья мои. А так как если вы сами умеете выводить маток осенью, вы зарядили, вывели там 20, 30, 50 штук, поставили на хранение в одной семью, и вас в итоге, даже если и пропали, то это ваши труды пропали, но, как говорится, не деньги. Поэтому лучше всего знания, нежели деньги. Некоторые говорят, мы деньги имеем, купим то-то. Да, некоторые так делают, но потом платят и платят и платят. Итак, смотрите, что он сделал. Для этой цели я выбрал такую рамку, чтобы она имела 3 четверти площади печатного меда. Рамку эту делил с обеих сторон полосками однослойной фанеры на 4-6 частей сверху. Ну, приблизительно вот так рамка, и она поделена. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Четыре отсека так. Однослойная полоска с этой фанеры. Тогда еще не было ни пластика, ничего. Это была нормальная ващина натуральная. Сверху до низу. Планки для этого делают длиной, равной внутренней высоте рамки. То есть, а сверху по высоте рамки. И дальше смотрим, что было. А шириной 20 миллиметров. Каждую планку углублял в сот на 12 миллиметров. И на 8 миллиметров она выходила за пределы. Ну, то сот был, толщина сота. Вот она на 12 миллиметров углублялась, а 8 миллиметров наружу было. Чтобы пчела, она имея где-то 4,5 миллиметра, пролазила. А 8 миллиметров это вполне достаточно. Рамка была широкая. Вот. И выступала. Что дальше он делал? Выходила за пределы сота. Внизу сота оставлял щель для прохода пчел и матки с одной стороны рамки на другую. Кому непонятно, поясняю. Отверстие было. Вот, допустим, вот эта полоска. Вот. А здесь щель, чтобы матка могла не только питаться с этой стороны медом, но и с этой стороны не переходили. Ну, можно и сверху отверстие сделать, чтобы... Или посередине. Это не играет роли. Короче, вот эта полоска была. Вот. И пчелы могли переходить и с этой стороны, и на эту сторону. С двух сторон питались. То есть, с гарантией, чтобы сохранить матку. Сверх этих планок прикреплял лист разделительной решетки с таким расчетом, чтобы весной его можно было легко отделить и выловить маток из каждой камеры. То есть, вот это сота у нас. Вот. Реечки тут выступают на 20-мм с этой, и с этой они закрыты со всех сторон. А сверху на эти реечки накладывалась разделительная решетка. Разделительная решетка с этой стороны, и с этой стороны разделительная решетка накладывалась. И поэтому пчелы, находящиеся в этих отделах, раз, два, три, четыре, они могли только приходить питаться на этой 1-4 части, и на этой 1-4 части. Но их ограничивала разделительная решетка. Это, как говорится, не просто изолятор, а изолятор полностью сотом, как говорится, и с пчелами. Пчелы не могли оставить матку, потому что они как раз питались, там залезли, и вместе с маткой поднимались вверх. И вот такой вот процесс был. Он разделял эту рамку на 4 отсека, на 4 отдела. Ну, тут написано, показано на 4, но он, говорит, даже на 6 отделов разделял рамку, и туда пускал. И эта рамка была полностью 3 четвертых залита мёдом. Приблизительно, вот если разделить, вот так вот, приблизительно 1 четвертая снизу была оставлена для зимовки, собирания пчел. А 3 четвертых вот вверх, и здесь 3 четвертых вверх. А это было все залито мёдом на рамке. И с этой стороны все было залито мёдом. Итак, если представить, что это матка, то смотрим, что дальше было. Пчёлы могли, то есть по весне, можно было отделить эту разделительную решётку и выловить маток. Для зимовки нескольких маток в одном гнезде пчёл выделял семью, имеющую не меньше 10 улочек. 10 улочек, это приблизительно 11 рамок, потому что всегда на рамку больше улочки идут. Это было, может быть, 12 или 13 рамочный улек или больше. Для впуска маток в верхние бруски рамки против каждой камеры делал отверстие. То есть сверху делал отверстие, потому что это был выступ хороший, и планочка была широкая здесь, и здесь он впускал отверстие, здесь, здесь, здесь. И маток впускал туда и закрывал, 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 закрывал. Осенью, ещё раз отмечаю, пчёлы, особенно когда уже похолодает, пчёлы практически свободно, безразличны к тому, что пускают туда маток. И это он заметил и использовал. Отмечайте внимательно, когда запускать. Они могут сидеть в нуклеусах или ещё где-то у вас, в клеточке, но осенью он их быстренько запускал, потому что нуклеус в зиму не перезимовывает, там мало пчелы. Но первые месяца он находится, когда прохладно, они там ещё живут, пчёлы. Так, читаем дальше. Для впуска, так, диаметром 8 мм делал отверстие. Маток сажал осенью после того, как выведется весь расплод. Ну, этот вариант я уже многократно рассказывал. Если маточку посадить в клетку и не давать ей в течение месяца, как говорится, выходить с этой клетки, то весь расплод выйдет и уже можно туда, так сказать, подсаживать всех маток, потому что семья, когда матка в клетке изолирована, считает, что матка какая-то ненормальная, деформированная. И они принимают маток свободно. Это я добавляю от себя, то, что я уже проверил. Нуклеусы, оставшийся без маток, присоединял к семьям средней силы. То есть, сыпал пчел. Всеми принимали, потому что в зиму всеми хотят укропниться, соединиться хорошо. Рамки с камерами для маток я помещал в гнездо пчел по 3-4 штуки, чередуя их с обычными медовыми. То есть, чтобы вам понятно было, это вот идет медовая, потом идет рамка с камерой полностью засеяна, там, допустим, 6 маток. Вот, с этой стороны еще одна, 6 маток. Потом опять медовая идет, опять 6. Через одну, как говорится. Я думаю, это нам понятно. Опыт этот я проводил дважды. Из 32 зимовавших маток погибла только одна. Друзья, вот так делится человек опытом еще немножко. Дальше что он говорит. Для использования запасных маток весной, сразу же после очистительного облета, я формирую отводки по числу запасных маток и содержу их в тех же улях сбоку основных семей, от которых взяты отводки. Дальнейший ход за ними обычный. Итак, друзья, вот такая вот информация. Смотрим еще интересный вариант. Это называется опыт совместной зимовки пчелиных семей. В силу этого семьи... Так, вот как проводился опыт. Двустенный улей-лежак на 24 рамки был разделен на 4 отделения проволочными сетками с просветом ячейк 3х3. Каждое отделение имело свой литок в передней стенке улей и одно вытяжное отверстие на 2 отделения. Это опыт совместной зимовки. Обращаем внимание, не фанерой перегородка была. Пчела пролазит через 4,5 мм отверстия. Это было отверстие на 3, на 3, 3, 3 мм на 3 мм. Квадратики такая, сетка. Вот. Пчела не могла пролезть. Но разделены были 4 отделения, 24 рамки, лежак. Были подобраны 4 семи с плотными матками, полностью занимающие по 6 улочек. 6 улочек, это где-то 7 рамок. В начале сентября при температуре плюс 10, все 4 семьи одновременно были пересажены в лежак. Пчелы отнеслись к пересадке спокойно. И слета пчел на старом месте не наблюдалось. В октябре при беглом осмотре мы установили, что пчелы расположились не отдельными клубами, а одним общим клубом, заняв все 23 улочки без разрывов. Позже улей мы хорошо утеплили. Он содержал 4 матки, 23 улочки пчел и 24 рамки меда. Ориентировочно по 16 килограмм на семью. Улей занесло снегом. Зима была достаточно суровой. Морозы доходили до минус 43. Кировская область. В конце марта снег от уля мы убрали и соломенный мат, закрывавший улей, откинули. 4 апреля при плюс 8 в тени все семьи пчел дружно облетелись. Было ли это перемещение пчел из одной семьи в другую установить не удалось. После облета мы сократили летки, а вследствие похолодания улей снова закрыли мата. При осмотре уля 13 апреля мы установили, что все матки живы, хорошо откладывали яйца, расплод был на 22 рамках, имелось много молодых пчел. На следующий день 3 семи мы отсадили в отдельные уля. Пополнили рамками с медом и пергой. С лета пчел на старое место в лежак мы не замечали. Равные по силе семьи, зимовавшие в помещении, на то же время имели на 2-3 рамки расплод преимущественно открытый. Молодых пчел было очень мало. В дальнейшем 4 семи зимовавшие совместно далеко обогнали в своем развитии более сильные семьи зимовавшие в помещении и имели значительно лучшие результаты по сбору меда. То есть, когда они зимовали совместно, то они и по весне дали сбор меда хороший. Полученные положительные результаты моего опыта приводят к мысли о возможности улучшения зимовки пчел при совместном содержании нескольких семей в одном уле. Интересно провести испытания совместной зимовки не только 4, а 10 и даже 20 семей в одном уле-зимовнике, разгороженном на отделении. Надеюсь, что пчеловоды заинтересуются моим опытом и организуют предстоящую зимовку и его проверку с тем, чтобы общими усилиями добиться улучшения зимовки пчел, особенно на тех пасеках, где они все еще проходят неблагополучно. Итак, друзья, вот такой опыт поделились люди в свое время. И это старый опыт 1957 года, журнал написан номер 9 и номер 12. Если вам интересно, ставьте лайки, подписывайтесь, задавайте вопросы. Я считаю, что это очень интересно, потому что зачастую, держа уже много лет пчел, у меня и постоянно покупают многие пчеловоды, американцы, даже и русские пчел, потому что они не знают, как организовать зимовку. До встречи! Подписывайтесь, ставьте лайки. Ждем ваших вопросов. Продолжение следует...